Татьяна Иванова, правозащитник, общественный деятель, присоединяется к нашему эфиру. Будем говорить о нарушении прав украинцев, которые находятся в Российской Федерации. Татьяна, здравствуйте. Всем добрый вечер. Мы о разных аспектах в этом материале, который предшествовал нашей беседе, о разных аспектах репрессивной политики России услышали. Скажите, есть ли возможность надеяться хотя бы на то, что мир это будет все знать и наказание понесут те, кто продолжает в лучших традициях сталинского времени преследовать, унижать, убивать тех людей, которые не по своей воле оказались на территории России? Я думала, что мир это все знает, а не будет знать. Я думаю, ну, по крайней мере, очень большая часть мира об этом уже знает. И я уверена в том, что наказание все эти люди, должностные и недолжностные лица, которые занимаются преступлениями на территории Украины и на своей территории, там, где есть наши депортированные украинцы, они обязательно понесут наказание. Обязательно. Я в это верю. Татьяна, вероятно, после победы Украины в этой войне Российская Федерация, возможно, уже следующее руководство, я предполагаю, что может несколько преуменьшать определенные факты для того, чтобы быстрее и легче как-то вернуться более-менее на мировую арену, хотя мне очень сложно это представить. И вот что конкретно в этой теме, в теме прав украинских беженцев в России, которые даже не беженцы, а людей, которых депортировали насильно в Российскую Федерацию, как сделать так и предпринимаются ли сейчас эти шаги для того, чтобы нельзя было преуменьшить факт этой депортации и масштабы этой депортации? Да, конечно, такие шаги предпринимаются. И очень хорошо, что наше телевидение, а не только телевидение, общественники и громадские деятели поднимают эту тему. Потому что когда я общаюсь с людьми, которые нуждаются в правовой помощи, которых вывезли на территорию Украины, знаете, что они говорят? Первое, они говорят, что самая большая проблема это то, что они не владеют никакой информацией, когда их туда вывозят. Они не знают своих прав. Им предлагают подписать какие-то документы, они не понимают, что будет, если они подпишут, и что будет, если они не подпишут эти документы. Им говорят, что они должны сдать свои паспорта. Некоторым там под обманом говорят, что для того, чтобы перевести с украинского на русский. Некоторым вообще не объясняют. Просто их ставят в известность, что они должны сдать свои паспорта. И люди паспорта сдают. У людей даже нет информации, что если они получили статус беженца или статус временной защиты, то они имеют право по заявлению эти паспорта в любой момент получить. Они об этом не знают. Более того, им никто не объясняет, какая разница между статусом беженца и статусом человека, который получил временную защиту. Они не знают ничего. Они не владеют этой информацией. И это самая большая их проблема. Поэтому очень хорошо, что вы поднимаете эту тему. Чем больше люди будут владеть информацией, тем больше у них будет возможности выбраться у депортированных людей, выбраться с территории Украины. Потому что со всеми, с кем я беседую, кому оказываем правовую помощь и кто потом выезжает с территории России в Прибалтику, в другие страны Европы, возвращается через Европу в Украину, вот они все говорят, что если бы мы владели вовремя информацией, то очень многие бы уже давно в России не были. Ну и, естественно, еще и финансовая составляющая. Они все могут пересечь такие большие расстояния, когда их отправляют куда-нибудь в Якутию, во Владивосток, доехать до прибалтийской границы. Поэтому вот эта проблема основная. А то, что фиксируются ли эти все преступления, конечно, фиксируются, потому что люди, которые выезжают из России, конечно, с ними работают и наши органы, и работают правозащитники, и работают гражданские разные организации для того, чтобы фиксировать все то, что все те нарушения и все то, что им пришлось пережить, пока они находились в Российской Федерации. И таких преступлений зафиксировано достаточно много уже. А есть коммуникация с российскими правозащитниками? Вообще, насколько российские правозащитники помогают украинцам? И куда им обращаться? Какие есть проверенные, надежные организации, которые не подставят людей, не сдадут их, не навредят, скажем проще? Украинцы, которые хотят въехать на территорию Украины или хотя бы как наименьше выехать в Европу, они очень боятся общаться с российскими общественными организациями. Вот сколько общалась я, они говорят, нет, мы не доверяем. Нам легче найти какой-то телефон, нам легче найти возможность дозвониться к родственникам в Украину, чтобы родственники нашли украинских правозащитников. Наверное, там такие все-таки есть. Но вот смогут ли они оказать реальную помощь? У нас большие сомнения у правозащитников Украины, учитывая, что они там в очень-очень ограниченных возможностях, поскольку законодательство российское такое, что не очень-то там сейчас правозащитники могут оказать правовую помощь. Ну и кроме того, наши граждане им не особо доверяют. Ну а в целом, вот хотелось бы еще также обсудить отношение к украинцам, которые оказались в Российской Федерации, особенно не по своей воле, кого-то депортировали целыми семьями, как относятся к детям в школе, за что, скажем так, проявляется, ну, такое вот несколько неуважение и так далее. Как вообще живется на данный момент, хотя мне кажется, очень сложно опустить факт, что Российская Федерация является агрессором по отношению к Украине, к их родной земле, но даже вот просто отношение людей, что-то об этом известно? Известно. Я сейчас буду говорить о фактах, которые мне известны только от тех людей, которые вернулись из Российской Федерации или которые продолжают там находиться и с которыми я общалась лично. Это то, что действительно происходит на местах. Значит, всех наших украинцев, которые там сейчас находятся в России, можно разделить на две категории, ну, условно на две категории. Первая, которые выехали, и у них там есть родственники, которые их приняли, и вторая, которые выезжали в никуда. Вот та категория, у кого есть родственники, с которыми хорошее отношение, и которые их приняли, у них нет таких серьёзных проблем, как есть у всех остальных украинцев, потому что у них есть где жить, им есть кому помочь. Родственники также беспокоятся, чтобы устроились где-то там на работу, обеспечить им какие-то минимальные условия жизни. К сожалению, таких украинцев не очень много. А все остальные, кого депортировали, кто выезжал в никуда, сталкиваются с совершенно другими жизненными условиями, и проблем у них достаточно много. Женщины часто мне говорили и жаловались на то, что, первое, ребёнок приходит со школы или приходит с детского садика и жалуется, что ребёнка дети оскорбляют. Его называют фашистом, его называют националистом, его называют укропом, ещё как-то. К ребёнку относятся детские проблемы, к ребёнку относятся плохо, и как бы ни пытались родители вмешаться, результата нет какого-то положительного. Есть большие проблемы устроиться на работу. Их неохотно берут на работу с формулировкой, негласно, конечно, официально им это не говорят, но с формулировкой, что да вы не очень благонадёжны. Вот это основная причина, по которой не хотят украинцев брать на работу, потому что они считают, что украинцы их всё равно будут к ним относиться как-то там к россиянам не так, учитывая, что родственники остались в Украине, учитывая, что родственников там очень сильно, ну вот у родственников в связи с войной большие проблемы, и родственники очень сильно пострадали. И поэтому вот они считают, что рано или поздно это выльется, и эти люди неблагонадёжны. Кроме работы, большая проблема ещё и с финансами. Если люди, которые выехали в Европу, они более-менее финансово обеспечены и защищены, у них есть пособия. Эти пособия, ну в разной стране по-разному, да, но где-то в среднем 300-400 долларов или евро, эти пособия. То в России им разово выплатили 10 тысяч рублей, и дальше вы живите, как вы можете прожить. 10 тысяч рублей — это, естественно, очень маленькие деньги, и дальше люди остаются без средств к существованию. Они остаются, что самое страшное, без связи, потому что у них нет возможности не купить телефон, ни новую эту российскую карту, ни оплачивать даже эту телефонную связь для того, чтобы связаться с своими родственниками. А у многих нету даже телефонных номеров, потому что они выехали без ничего, они даже не могут их восстановить и найти, как позвонить. Родственникам не каждый в памяти может держать хотя бы там 2-3 телефона самых близких людей, куда можно позвонить. Поэтому там достаточно серьёзные проблемы и связанные с работой, с финансовым обеспечением, и даже бытовые проблемы, потому что наши украинцы всё-таки привыкли к более комфортным условиям жизни. Это всё-таки благоустроенные дома или квартиры. Даже в сельской местности у нас практически в каждом доме есть и ванная, и туалет, есть все условия для нормального проживания, дома газифицированы, улицы асфальтированы практически в каждом селе. А там, когда они попадают в российскую глубинку, где нет ни туалета в доме, и это ещё и морозы не начали. Сейчас украинцы столкнутся, что там бывают 30 с лишним градусов мороза, а туалет на улице. И это нет воды в доме, и нужно куда-то там в колонку идти, которая там может быть и 500 метров, а может быть и дальше. И это нет каких-то элементарных условий проживания, к которым привыкли украинцы. И те же технические какие-то решения, которые у каждого есть в доме, поэтому всё очень-очень сложно. Там в некоторых местах, вот я разговаривала с людьми, люди не знают, что такое спутниковая антенна. То есть у нас практически в каждом селе ты заезжаешь, а на улице ты видишь несколько спутниковых антенн, а там люди их никогда не видят. Да, именно поэтому мародёрствуют так, как солдаты в Украине, потому что удивляются даже каким-то базовым благом, которые есть у украинцев. А давайте о самых бесправных, самых незащищённых, самых, на самом деле, несчастных, кто вот там находится. Это дети-сироты. Насколько вот эту ситуацию мы знаем, мониторим, и как можно помочь. Если вы можете обратиться, всё-таки, надеемся, нас в России смотрят, и не просто смотрят, но и слышат, понимают то, о чём мы говорим, обратитесь к тем людям, которые, может быть, думают об усыновлении, якобы из каких-то милосердных соображений. Если эту передачу смотрят где-то в России, я очень бы хотела обратиться к гражданам России, к простым, обычным гражданам в России, не представителям власти. Если вам известны факты, что из Украины привезли детей, из детского дома, может быть, из каких-то семей забрали, я очень прошу сообщить максимально, куда вы можете сообщить, правозащитникам, которым вы доверяете. Может быть, у вас есть родственники в Украине, даже если эти родственники не этих детей, а просто есть, позвонить и сказать, что вам известны такие факты. Потому что мы не знаем всей картины, мы не знаем масштаба этой катастрофы, мы знаем только частично. У нас есть очень приблизительные цифры, но детей очень много вывозили с территории подконтрольной, неподконтрольной, которая нам была неподконтрольной с 2014 года. И мы, естественно, не знаем, сколько таких детей вывезли, где эти дети находятся, до сих пор ли они находятся там в Докучаевске, Донецке, Луганске, или они уже давно в России, сколько этих детей на какой территории осталось. А если их вывезли в Россию, то в какие регионы вывезли, мы даже не всегда знаем. Естественно, по части детей информация уже есть, они разысканы, и это будут, скорее всего, еще большие процессы, когда мы будем возвращать детей назад в Украину. Я не думаю, что это будет так просто сделать, если новые власти, которые будут в России, а я уверена, что там будут новые власти тоже, и сами добровольно согласятся вернуть этих детей. Я думаю, что если этого согласия добровольного не будет, нас будут ждать большие процессы. Но что могут сделать сейчас для нас граждане России, это, если у них есть такая информация, сообщить, передать такую информацию в Украину. Татьяна, мы не можем, безусловно, оценить всех масштабов этой трагедии, я имею в виду депортации детей украинских на территорию Российской Федерации, но, по крайней мере, известны ли масштабы те по нынешним актуальным обращениям родственников, родителей, как часто обращаются в Украине сейчас и сообщают о том, что вот был похищен ребенок таким образом? Цифры очень-очень разные, потому что в Украине те, кто обратились, зарегистрированы действительно только те, кто обратились. Эти цифры несколько десятков, даже нету сотен, несколько десятков таких обращений. И мы же понимаем, что очень многие родители, они не могут обратиться, они до сих пор на неподконтрольные территории, но не особо есть возможность человеку из Донецка обратиться и все документы собрать и зарегистрировать это и заниматься этим вопросом. Некоторые боятся, потому что в Донецке очень много людей запуганы, им до сих пор рассказывают, что тут фашисты, которые когда зайдут в Донецк, их съедят там всех, условно, конечно. А цифры, которые говорит Российская Федерация, они вообще называют, что это 300 тысяч. Они говорят, что у них там 300 тысяч украинских детей. Поэтому 50 тысяч наши, 300 тысяч их, которые они называют цифру, это очень большой, это разбег очень большой, и мы не можем сказать, какая это цифра действительно настоящая. Благодарим вас за ту информацию, которую вы предоставили в нашем эфире. Напомню зрителям, Татьяна Иванова, правозащитник, общественный деятель, была с нами на связи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!